Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию в это благословенное собрание Божье. Добро пожаловать, драгоценные! Это здорово, когда Бог позволяет нам собраться вместе, пока мы еще здесь, на этой земле. Это особенное собрание, где мы предоставляем себя Господу, мы позволяем Ему, чтобы Он освящал нас в это время. Мы где-то корректируемся, мы где-то обостряемся в каких-то моментах, это такое благословение, которое мы имеем, где Бог может действовать, освящать нашу жизнь, наставлять нас в истине, утверждать нас, обличать нас, если нужно. Ведь мы на все готовы перед Господом, правда? Поэтому добро пожаловать в это благословенное собрание, где Господь действует и будет действовать, и пусть Бог благословит каждого из нас, кто находится на этом месте и кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Однажды, друзья, мы соберемся вместе в необыкновенном собрании. В необыкновенном собрании Библия говорит, что сам Христос говорил, что соберутся перед Ним все народы. Вы только представьте, все народы, когда-либо жившие на этой земле, до нас, в наше время, после нас, кто еще, если останется какое-то время пожить, то все народы, не важно, какая национальность, не важно, какого ты был вероисповедания, не важно, где, какому обществу ты принадлежал, живя на этой земле, богатый был ты или бедный, абсолютно ничего не важно. Не важно, извините, да не важно, будет даже верующий, верил ты в то, что так будет, или не верил, что так будет. Все равно однажды все народы соберутся на это собрание. Вы скажете, как здорово, соберемся все перед Господом, здорово. Но вот, что я хочу вам сегодня сказать. Иисус Христос, обращаясь к этому собранию, начнет разделять его. И он поставит одних по правую сторону от себя, а других по левую сторону от себя. Одних он назовет благословенными отца его, а других назовет проклятыми. И знаете, я поймал себя на том, что мне неловко об этом говорить. Мне кажется, мы оказались уже в определенной культуре, где кажется, что все проклятия, они просто, это часть Ветхого Завета, это там были благословения и проклятия, а сегодня здесь, после того, когда Иисус Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, то сегодня все люди просто благословенные и нет никаких проблем. Но я вынужден сказать, что эта цитата не из Ветхого Завета. Эта цитата из Нового Завета, это слова Иисуса Христа, которому оставалось жить на этой земле воплоти два дня. Через два дня его поведут на крест, и он знает об этом. Он знает, что через два дня будет распятие. Он пострадает за грехи всего мира. Остается два дня его пребывания на этой земле воплоти. Интересно, о чем бы вы говорили, если бы знали, что вам остается жить на земле всего два дня? О чем бы вы думали? О чем бы вы рассуждали и о чем бы вы говорили со своими друзьями? Знаете, я больше, чем уверен, что вы не говорили бы о чем-то незначительном, о чем-то маловажном, о чем-то ненужном, о чем-то том, что вообще в прошлом должно остаться. И это точно так же и Христос. Он не говорил о чем-то незначительном. Он передавал своим ученикам все самое важное, что только можно было передать за это короткое время, которое у него оставалось. И вот он рассказывает притчу о десяти девах. Пять разумные, пять неразумные. И он старается сфокусировать своих учеников на вечность, на то, что будет впереди. И он говорит, вам здесь дано время, будьте внимательны, бодрствуйте, стройте отношения с Богом здесь, на земле, пока у вас еще есть время. Пожалуйста, бодрствуйте, чтобы вам не оказаться изгнанными прочь. Потом следующая притча. И он говорит о людях, которым господин распределил таланты, определенные способности, возможности, перспективы. И он говорил в этой притче, пожалуйста, будьте внимательны, как вы используете свое время, как вы используете свои ресурсы, на что вы тратите свою жизнь. Будьте внимательны, потому что однажды вы дадите отчет за это. И опять он фокусирует внимание всех своих слушателей на вечность, на то, что будет впереди. Все, что на этой земле, пролетит очень быстро. И мы однажды окажемся в вечности. И вдруг он начинает говорить, когда же придет Сын Человеческий, и вместе с Ним все ангелы небесные, все ангелы Отца Небесного. И перед Ним Он воссядет на престоле, и перед Ним соберутся все народы, и предстанут все народы. И это уже не притча. И это уже не притча. Это уже то, что будет впереди. Это то, что Иисус уже открытым текстом просто говорит. Однажды я, да, я пострадаю через два дня за ваши грехи. Я дам свою жизнь, потому что я люблю вас. Но потом я воскресну из мертвых. И однажды все народы предстанут передо мной. Я буду восседать на престоле. Меня будут окружать ангелы Отца Моего Небесного. И все народы предстанут передо мною. И знаете, тогда ни у кого не будет выбора, кстати, прийти на это собрание или нет. Никто не сможет сказать, я, пожалуй, не пойду туда сегодня. Потому что каждый предстанет, потому что там все будет определять. Вот это царь, восседающий на престоле. И он назовет одних благословенными, а других назовет проклятыми. И скажет, отойдите от меня проклятые в огонь вечный, в муку вечную. Я хочу прочитать вам этот отрывок из Святого Писания и потом вместе рассудить с вами, потому что я больше чем уверен, что точно так же, как я и сам, никто из вас не хочет оказаться в категории людей, которые будут по левую сторону от Иисуса Христа. Мы все хотим быть в числе благословенных, не так ли? Но давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стиха. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, интересно, что они, похоже, не вразумились тем ответом, который Иисус давал только что, тем, которые по правую сторону от него. И они задают тот же самый вопрос, наверное, желая оправдаться, но он скажет и им в ответ. Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Удивительная картина. Просто потрясающая картина, которую описывает Иисус, как это все будет происходить, когда придет назначенное время. Я повторюсь, что уверен, что никто из нас не хочет оказаться в категории людей, стоящих по левую сторону от Христа, которые потом будут названы проклятыми. Поэтому давайте посмотрим на обе эти категории людей сегодня. Потому что я думаю, что разумно подумать об этом, пока мы еще здесь, на земле, пока еще не случилось всего этого с нами. Давайте посмотрим внимательно на две эти категории людей. Чем же они отличаются? Что же такого особенного было в праведниках и чего не хватало вот этим людям, которые впоследствии названы проклятыми? Я хочу прочитать вам то, как Иисус говорит, что приготовлено было для одних и для других. Послушайте. Иисус обращается к тем, которые благословенные, и говорит, придите благословенные отца моего и наследуйте царство, которое уготовано вам от создания мира. И мы можем подумать, ну конечно, для этих людей было приготовлено царство еще от создания мира. О чем разговор? Уж кому что на роду написано, как иногда люди говорят, ну этого не избежать. Вот как оно, вот чему быть, того не миновать. Судьба такая. И вот на самом деле, этой категории людей, оказывается, приготовлено было специальное место в Царстве Божьем. Поэтому пришло время, чтобы им войти туда, и они наследуют это место, приготовленное для них самим Богом. Хорошо. Но давайте обратим внимание тогда, как обращается Иисус ко второй категории людей. И он говорит, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Послушайте, и здесь нет ни одного человека, для которого было бы приготовлено это озеро огненное. Нет ни одного человека, который был бы сотворен Богом, и для него было бы приготовлено место в аду, в погибели, в этом огне вечном. Нет ни одного из вас, для которого там приготовлено место. Драгоценные, в аду вас никто не ждет. Там нет места, которое приготовленное для вас. Да, конечно, вы должны прославить Бога, потому что для каждого из вас приготовлено место в Царстве Божьем. Когда Господь творил небо и землю, когда Господь творил каждого из нас, Он приготовил для каждого человека, для каждого человека, живущего на этой земле, Бог приготовил место в Своем Царстве. Я думаю, поэтому Иисус Христос, когда разговаривал со Своими учениками, и Он говорил, я пойду приготовить вам место, а перед этим Он говорит, что в доме Отца Моего обители много. Что такое много, если Иисус говорит много, значит это много. Я думаю, что Он имел в виду, что для каждого человека, для каждого человека в Царстве Божьем приготовлено Богом место. Это желание Бога, чтобы никто не погиб, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это желание Бога, это Его страсть. Это то, что Он готовил и то, что Он хотел бы. Но при всем при этом Иисус констатирует факт о том, что будут те люди, которым Он вынужден будет сказать, отойдите от Меня, проклятые, и пойдите в то место, которое не для вас вообще было приготовлено. Такое чувство, что эти ребята ошиблись адресом и сейчас направляются не в то место, которое для них было приготовлено Богом. Почему? Почему они не идут туда, где Бог их ждал все время, как только сотворил? От самого рождения до последнего вздоха их жизни Он ждал, что они все-таки изменят свое направление, что они все-таки согласятся пойти в это Царство Божье. И мне кажется, что в этой истории, в этом описании будущего, Иисус Христос на пальцах просто показывает, чем одна категория людей отличается от другой категории людей. Поэтому давайте обратим внимание на это и мы, и посмотрим, чем эти категории людей отличаются. Обратите внимание, Иисус обращается к одним, так и к другим, и они Ему отвечают вопросом, когда мы видели Тебя в какой-то ситуации? Иисус обращается к благословенным и говорит, войдите в Царство Отца Моего, «Потому что я был голоден, а вы накормили меня, я был, нуждался в одежде, я был наг, и вы одели меня, я жаждал, я пить хотел, я изнемогал от жажды, и вы напоили меня». И он перечисляет разные ситуации, в которых он как будто оказался, а они удивлены. Они говорят, когда мы видели Тебя в такой ситуации, Господи, «Когда мы это сделали? Когда мы Тебя кормили, поили, одевали, посещали? Когда, Господи?» То есть они делали это, но они не понимали, что они делают это прямо для Христа. Не так ли? Он обращается ко второй категории людей, обличает их фактически за то, что они не накормили Его, не напоили, не одели, не посетили и так далее. И они тоже в шоке. Они говорят, когда, Господи, когда мы Тебя видели в такой ситуации и не стали ответом для Тебя, когда? Ну, конечно, они стоят перед престолом Божьим. Для них уже очевидно, что есть вообще-то Бог. Для них уже очевидно, что Он, оказывается, рулит всем, и живыми, и мертвыми, и в настоящем, и в будущем, и в вечности. Уже нет никаких вопросов, конечно. Они говорят, да, Ты наш Господь. Господи, когда же мы видели Тебя таким, в такой ситуации, и не стали ответом на Твою нужду? Они тоже не понимают этого. Они, эти две категории, не отличаются в своем непонимании абсолютно ничем. Услышьте, друзья, и эти проклятые, и благословенные, они не отличаются ничем. И те не понимали, и другие не понимали. Отсюда первый вывод, который я хочу сказать. Чтобы быть в числе благословенных. Чтобы быть в числе тех, которые исполнят ожидания Иисуса Христа. Не обязательно что-то понимать. Этот вывод, он напрашивается сам по себе. То есть Иисус убирает эту тему вообще. Сколько сегодня из нас думают, как исполнить волю Божью? Сколько из нас сегодня размышляют и ничего не делают, просто потому что они не понимают, какова воля Божья в их жизни? Что Бог хочет от них, а что Бог не хочет от них? Мы проходим мимо человека нуждающегося, и у нас куча вопросов. Вообще он поймет, он примет, он не примет. Вообще нужно ему помогать, или сейчас я ему больше вред принесу. И у нас столько вопросов, и мы в размышлениях проходим мимо этого нуждающегося человека. Сколько из нас задаются вопросами, когда видят какого-то коллегу у себя на работе. Вообще, да нет, он, наверное, он вообще поймет, меня и не поймет. Вообще надо ему это о Христе слышать или не надо? Да, это мой начальник, он такой обеспеченный. Вообще, он, скорее всего, ему не нужно ничего это. Да он высмеет вообще меня. А как я буду выглядеть перед коллегами своими? И множество, множество, множество разных мыслей, которые могут объяснять наше бездействие. И мы можем себя оправдывать тем, что мы просто не понимаем. Господи, если бы ты нам сказал, ясно, что в этом воля Твоя, ну, конечно, мы бы пошли и сделали. Я не понимаю, я не знаю. Господи, открой мне. Я слышал множество таких речей, множество таких оправданий людей, которые, в общем-то, бездействуют в своей жизни для Господа, по большому счету, но объясняют это тем, что они просто не понимают. И говорят, послушайте, одни не понимали, и другие не понимали. Но при всем при этом, одни оказались благословенными, а другие оказались проклятыми. Почему? Какой ответ тогда? Какой секрет? В чем тогда изюминка? Я хочу сказать вам буквально две вещи, которые, я думаю, отличают просто очень конкретно одну категорию людей от другой. И вот первое. Я думаю, что благословенные люди, они смогли стать ответом на определенную нужду, которая, как Иисус говорит, была у него. Он был, оказывается, голоден в какой-то ситуации, он был, оказывается, в какой-то... Он наг, раздет в больнице, в темнице и так далее. Я думаю, что они смогли стать ответом, потому что они отказались размышлять. Надо это или не надо? Понимают они сейчас это или не понимают? Открыто им что-то или не открыто? Они просто посвятили свою жизнь, чтобы делать что-то во имя Иисуса Христа. И когда они посвятили свою жизнь этому, чтобы быть ответом на чью-то нужду, то они выключили свой разум. Надо это или не надо? Вовремя это или не вовремя? Правильно это или неправильно? Они просто делают все, что Бог приготовил им. Они просто становятся ответом на любую нужду, которая появляется в их жизни, которую они видят, и в результате они не пропустили ни одного случая. Понимаете? Вот как говорит, допустим, апостол Павел на эту тему. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Все, что делаете, делаете от души, как для Господа. Ты не будешь понимать частенько, что прямо сейчас ты делаешь конкретно для Иисуса, но ты принял решение, все, что ты будешь делать, ты будешь делать как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние, то есть в награду от Господа, получите наследство, ибо вы служите Господу Иисусу Христу. Если мы включим свой разум в том, чтобы определить, где воля Божья, а где нет воли Божьей, мы можем пропустить ключевые моменты в нашей жизни. Просто ключевые моменты в нашей жизни, как пропустили те проклятые. Еще одно местописание прочитаю. Тот же апостол Павел в послании к римлянам говорит, 14 глава 7 стиха. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. И умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. То есть люди, принадлежащие категории благословенных, они не пропустили по одной причине. Они просто посвятили себя. Они решили не разбирать, где надо помочь, а где не надо помочь. Они просто решили стать ответом на нужду. И если есть у них возможность, они это делают. А есть ли возможность у нас что-то сделать или нет? Я думаю, во многом зависит от того, насколько нам это хочется сделать. Я заметил, что я с большим удовольствием, знаете, подсчитываю ту работу, которую я, допустим, сделал, работая на каком-нибудь объекте в отделке. И мне так нравится, знаете, умножать ширину на длину, получать количество квадратных метров, которые я обработал тем или иным образом. И кто-то бы посмотрел и сказал бы, вообще ерундой какой-то занимается и время тратит, да еще улыбается. А тот, кто понимает, знает, почему я улыбаюсь. Потому что за этими квадратными метрами стоит денежка, которую я заработал. И когда я посчитаю и все вычислю, я пойму, сколько придет прибыли в мою семью. И, конечно же, я в предвкушении радуюсь. И знаете, у меня всегда, при всей моей загруженности, почему-то хватает время, чтобы посчитать, сколько я заработал. Я думаю, если мы это примем, если мы увидим эту перспективу нашу в вечности, мы всегда найдем возможность, чтобы стать ответом на чью-то нужду. Чтобы не пройти мимо какого-нибудь нуждающегося человека. Чтобы не заметить какого-то брата или сестру в нашей церкви, который оказался в проблеме, а мы просто мимо проходим. Помните, как Писание говорит, что нам надо делать добро всем. А наипаче, то есть прежде всего, более всего, своим поверье. Тем братьям и сестрам, с которыми мы проживаем жизнь, которые уже являются детьми Божьими. Драгоценные, это первое, что я хотел сказать, отличительная черта, чем отличаются одна категория людей от другой. Они посвятили себя Господу, они перестали разбирать, это нужно или это не нужно, это правильно или это неправильно. Они просто стараются найти возможность, чтобы стать ответом на чью-то нужду. И в результате однажды они обнаружат, что оказывается в какой-то из ситуаций сам Христос был незримым образом в этой проблеме вместе с тем братом или сестрой, или с каким-то человеком, которому вы решились помочь. А помните, местописание, значит, это в послании к евреям написано там, что некоторые из вас, не зная, оказывая гостеприимство кому-то, оказали гостеприимство ангелам. И опять же это слово, они не знали, да, спасибо, странолюбие не забывайте, ибо через него, то есть гостеприимство вот этого, через него, когда вы странников принимаете, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. То есть они просто решили открыть свой дом для домашней группы, они просто решили открыть свой дом для какого-то странника, который мимо проходил с другого города, там, брат или сестра, попросили открыть двери. Иногда, кстати, у нас появляется такая нужда, кто-то проезжает мимо Новосибирска, и мы в объявлениях в чате нашем видим призыв. Братья и сестры, кто может принять там семью какую-то? Но это всегда неудобно, это всегда доставляет определенный дискомфорт, тебе же надо подвинуться, тебе надо что-то переставить в квартире, тебе надо самому переставиться иногда, чтобы кого-то принять. Конечно, неудобно, но когда ты видишь эту перспективу, когда ты посвятил себя, когда ты отказался от права выбирать вообще, я буду помогать или я не буду помогать, то ты первый говоришь, я, ты видишь возможность в этом, ты видишь зарплату свою вечности в этом, ты говоришь, я Господь, я не знаю как, но я найду возможность, я не знаю как получится, ну, извините, вот какие условия есть, но я хочу помочь. Это будет очень круто. И в результате эти люди, они не зная, оказывается, открыли свой дом, это уже факты совершившиеся, о чем говорит нам послание к евреям, это уже факты совершившиеся, что некоторые люди, так вот служа Богу, приняли ангелов. И потом придут на небо и поймут, они ангелов принимали. Что мы увидим, когда придем на небо? Вот что самое важное. Хорошо, конечно, слышать истории про других людей, но однажды каждый из нас окажется в этом огромном собрании, которое будет разделяться на правых и левых. И мне так хочется оказаться в числе тех людей, которые по правую сторону от Христа будут, которым Он скажет, благословенные Отца Моего. Это так сильно. Это самая большая награда, которую мы можем получить, быть благословенными в Царстве Божьем. Поэтому я принимаю решение, чтобы не определять, удобно мне или неудобно, нравится мне или не нравится, понимаю я сейчас, что это точно воля Божья или не понимаю. Я хочу быть ответом и быть помощью в любой ситуации. Итак, вторая отличительная вещь. Я думаю, что эти люди благословенные отличались от другой компании тем, что они решили видеть Бога в каждом человеке. Они решили относиться к людям, каждому человеку, как к человеку, а не как к определенной позиции. Понимаете, надеюсь, что я говорю, потому что мы где-то внутри часто делим людей на бедных, богатых, на русских, нерусских, на приятных, неприятных, на интеллектуальных или необразованных. То есть мы делим где-то внутри и у нас может возникать определенное отношение соответственно тому, как мы разделили. И где-то внутри срабатывает перспективно вообще это будет или не перспективно. Это бомж, например. Ну какая перспектива? Ну небольшая перспектива, тем более я знаю, что, наверное, каждый бомж в нашем Новосибирске уже по нескольку раз был в разных репцентрах. И они тебе еще объяснят, какая реабилитация лучше, какая хуже. И когда я смотрю с такой перспективы, у меня нет желания даже подходить и объяснять ему что-то, потому что он начинает умничать и, значит, рассказывать, что он сам все знает. Но эти люди, они решили увидеть человека сквозь любую позицию, в которой он оказался и находится на этой земле. Вы помните, как Иисус говорил, чтобы люди не рассуждали, чтобы его ученики не рассуждали? Как сказать? Он говорил так, что когда зайдет ваше собрание, человек с перстнем, то есть богатый, и вы скажете ему, о, садись на первые места, конечно, вот здесь, пожалуйста, рядом со мной садись. А потом зайдет бедняк какой-то, и вы скажете, а ты вон там сядь где-нибудь там возле входа подальше, где место свободное. Иисус говорит, а не пересуживаете ли вы таким образом? И мой вопрос сегодня, а не пересуживаем ли мы иногда, разделяя людей, кто в какой ситуации, в каком социальном статусе находится? Благословенные, по всей видимости, отказались рассуждать, кто в какой позиции находится. Возьмем пример с Иосифа. Мне так нравится этот пример. Он такой красивый, такой красочный. Иосиф, его братья предали и продали в рабство. И так Иосиф раб. В результате он оказывается вообще в темнице, где сидят государственные преступники. И вот он находится, будучи раб в этой темнице. Понятно, в не самых благоприятных условиях. Но в эту же темницу однажды садят двух вельмож. Двух представителей фараона. Это было в Египте, как вы помните. И туда же посадили, где Иосиф сидел, двух вельмож. Двух представителей фараона. Один был виночерпием, он вино подавал самому фараону. А другой хлебодаром, он хлеб подносил самому фараону. Но сегодня они в темнице, завтра их освободят. То есть понятно, что они остаются вельможами. Они остаются такими привилегированными в своей позиции. И вот Иосиф, раб. И он заходит в эту темницу, где они сидят. Он заходил вчера, позавчера, позавчера. И он знает, как они к нему относятся. Как к рабу. Раб еврей. Как еще можно к нему относиться? Принес, поставь туда. Ты что, крошку там уронил? Пошел отсюда. Как к рабу. Не знаю, так ли в точности, а может быть еще хуже. Может быть немножко лучше. Но явно, что они не баловали его каким-то вниманием или какой-то симпатией. И вот Иосиф в очередной день заходит, и он видит, что их лица не такие, как вчера и позавчера. И он додумался, Иосиф, ты что делаешь? Сейчас от твоего вопроса, а вопрос у него знаете какой был? Что-то лица у вас не такие. Иосиф, ты соображаешь, что сейчас с твоим лицом может быть вообще после такого вопроса? Ты с кем разговариваешь? Ты кому сказал, что лица не такие? А он говорит, что-то не такие, как вчера и позавчера. Все ли нормально? Это человек, который отказался думать, кто перед ним. Бомж или президент. Ему без разницы. Он видит, проблема на лице написана. Он видит, беда на лице написана. И он просто кидается в эту беду, независимо от того, в каком он положении сам находится. И независимо от того, кто перед ним стоит. И он говорит, что-то не так с вами. И вдруг они открывают свои сердца и начинают рассказывать ему сны, пророческие сны, которые им приснились. И в результате мы знаем, какая перспектива потом открылась для Иосифа, и он стал вторым человеком после фараона. Понимаете? Да, Бог избрал этого человека точно так же, как и каждого из нас. У Бога была определенная судьба для Иосифа точно так же, как и для каждого из нас. Для которых Бог приготовил место в Царстве Своем. Но как мы проходим по этой земле этот путь? Делаем ли мы то, к чему Бог нас призвал в отношениях с Ним? Иосиф отказался рассуждать, кто перед ним и в какой положении он находится. А еще один пример, позвольте, Иисус Христос, который призывает своих учеников, приглашает их следовать за Ним, и он обращается к мытарю. Вы знаете, что вообще мытари, они были не просто изгоями, они были отделены даже от грешников. То есть они не просто своим народом были отвержены, а они, ну, помните фраза, Иисуса, например, назвали другом мытарей и грешников. Что, мытари не грешники? По всей видимости, в глазах всего общества, они были еще хуже, чем грешники. Вот нигде не написано, что друг блудников и грешников, друг убийц и грешников, никакой грех не отделялся. Но мытари, их настолько ненавидели, что их даже грешникам не соединяли. Мытари и грешники. И вот Иисус проходит мимо и видит мытаря, которого все ненавидят. Который прекрасно, Иисус прекрасно знает, в каком он положении, кто перед ним находится. Иисус, ты сейчас просто потерпишь фиаско, просто сейчас будет, не знаю, все, как они на тебя смотреть потом будут. Иисус, что с тобой сейчас будет, как о тебе думать будут, кто тебя потом слушать будет. Ты собрался разговаривать с мытарем. А Иисус не просто с ним разговаривает, он говорит, я хочу быть сегодня в твоем доме. И он приходит прямо в дом, где собираются другие мытари. И Иисус возлежит и кушает вместе с ним, вызывая массу негодования среди окружающих его фарисеев и книжников, религиозных людей. Возмущая просто толпу вокруг себя. Но, по всей видимости, он отказался иметь отношения с людьми по их статусу, по их положению в обществе. Он просто посвятил себя Отцу делать то, что Отец хочет сейчас делать. И в результате Он исполнил волю Отца. И в результате каждый из нас сегодня здесь, которых, может быть, общество в какой-то мере отвергало. Не знаю, кто как о себе думает, но Писание говорит, что не так много среди вас вот таких вот именитых, таких вот особенных. Не знаю, конечно, кто как каждый о себе думает, но Христос призвал нас не потому, что мы особенные или конченые грешники, или в числе мытарей, или в числе еще кого-то. Он увидел ситуацию, в которой мы находимся. И Он пришел в эту ситуацию. Я думаю, драгоценное, сегодня, когда мы говорим об этой перспективе вечности, в которую направлял Иисус Христос всех своих учеников, всех людей, которые Его слышали, и я уверен, и сегодня Он направляет каждого из нас в этом направлении. От земли к горнему. Не о земном, говорит, помышляете, а горнем. Не о том, что здесь, здесь все пройдет однажды, рано или поздно. Помышляете о том, что никогда не закончится. Где вы будете? Что с вами будет? Однажды вы предстанете перед этим престолом великого царя, который будет находиться в великой славе, в окружении всех ангелов Отца Своего Небесного. И Он определит наше положение вечности. Либо по правую сторону от себя, либо по левую. И я думаю, что нам поможет оказаться по правую сторону, если, первое, мы просто посвятим свою жизнь для дел Христа. Независимо от того, понимаем мы умом, что это воля Божья или нет. И второе, если мы перестанем смотреть на людей, как на определенный статус, на определенную позицию, на определенную выгоду, и будем смотреть даже не на результат, который может произойти или не произойти от нашего служения этому человеку, а будем смотреть как на возможность, чтобы что-то сделать во имя Иисуса Христа. В результате, я уверен, что мы услышим однажды, благословенные, благословенные, вы накормили меня, когда я был голоден, вы напоили меня, когда я жаждал, вы одели меня, когда я был раздет и надался в одежды, или укрыли меня под кровом, когда я имел эту нужду, вы пришли в больницу ко мне, вы пришли в тюрьму ко мне, когда я был, Господи, когда это было. Я думаю, мы с восхищением обнаружим, когда будем смотреть эту панораму нашей жизни, которая будет проходить перед каждым из нас, будем видеть, вау, так это ты был там, Господи, а весь мой разум, а все мое понимание говорило о том, что не надо этого делать, похоже, это что-то неправильно, но как-то внутренний голос помог мне, как-то я верил, что все-таки Дух Святой хочет, чтобы я это сделал, я сделал. Господи, спасибо тебе, Иисус говорит, да, ты благословенный. Мне хочется обратиться ко всем вам, благословенные. Я верю, что каждый из вас благословенный, для каждого из нас приготовлено место в Царстве Божьем. Давайте возьмем это направление, чтобы изо дня в день идти именно в то место, которое нам приготовлено, чтобы не оказаться в том месте, которое не по адресу. И пусть Бог благословит служение каждого из нас. И те дела, для которых мы им созданы и оправданы. Аминь.